Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Лисицына, и вы сегодня на первой передаче Ньюс Фокс 2024. Мы будем говорить о том, что произошло с 21 по 27 октября 2024 года. Вы знаете, что по средам я веду занятия, и через книги мы познаём мироздание, связь человека и космоса, смотрим на все ситуации, житейские, бытовые, как бы сверху. И сегодня я поняла, что нам необходимо сверху также смотреть на то, что происходит вокруг нас. И не выход Ной делала я уже такие передачи, где Ной не только последний человек четвёртой расы и первый человек пятой расы, но и Ной в переводе с итальянского языка означает «мы». Поэтому иногда для нас не выход Ной нам делать вид, что мы живём только как белка в колесе, ассоциировать себя только со своей датой рождения. Демо-версия о партитуре и сальфеджи каждого человека вы можете увидеть в моём канале. С именем, да, которое нам дали при рождении, мне дали прекрасное имя Ольга, и с нашим телом, который создавали по проекту высшего мироздания, наш папа, который дал кот жизненную каплю, и мама, которая предоставила своё лона, и там, в лоне матери, мы зрели 9 месяцев. И вот, когда мы родились, мы стали идти путём эволюции. Всё в жизни человека семерично. Об этом я говорю на своих занятиях в среду. В среде недели мы будем обсуждать различные темы, одну из которых мы затронем тоже сегодня – любовь и секс с точки зрения планетарного масштаба. Как мы, человек-землянин, наилучшим образом мужчина это или женщина можем строить отношения. Итак, сегодня занятие не выходной в передаче. Мы будем говорить о карме, мост, любовь, Япония, рыбалка, Плутон и Сан-Марко. Я говорю на итальянском языке. С 90-го года работала с итальянскими компаниями, периодически там проживала. И предпоследние крайние 13 лет я жила в Швейцарии, кантон Тичино, Лугану. Если вы хотите узнать обо мне или о моей жизни, или о Швейцарии поподробнее, так как я писатель, публицист, просветитель, и в первом занятии вам должна быстренько всё это рассказать, есть на нашем канале AdMudro21 в ВКонтакте, в Ютубе, в Рутубе, Mudro21 в Телеграме, где мы можем также общаться в чате. Итак, у нас с 22 по 24 октября 2024 года в Казани произошло событие планетарного масштаба. Было собрание БРИКС, куда приехали не только 9 стран, которые основатели данного союза. Этот союз не является союзом, когда мы дружим против кого-то. Это союз для самоопределения, равноправия, уважительного общения между странами. И за эти годы существования БРИКС другие страны тоже посмотрели. И есть ещё 13 новых стран, которые называются страны-партнёры. Я наблюдала в онлайн-режиме, благодаря, так сказать, друзьям-коллегам, можно уже же так называть, у меня же новостной канал, из Азербайджана в онлайне я видела, как приезжали президенты, премьер-министры, как люди заходили на заседания. Это было очень интересно, потому что мне есть с чем сравнить, учитывая, что я 13 лет прожила в Швейцарии. Я достаточно часто посещала мировой экономический форум в Давосе. Давос по-русски. И могу сказать, что энергетика там совершенно другая. Не собиралась вам сказать, но скажу, что в январе, потому что в январе обычно проходит Давос, УЭФ. Я шла, меня привёз водитель, так как очень дорого жить в Давосе. Там тысяча франков, 3000 франков в день, в ночь стоит просто койко-место, а там квартиры или дома, они 10 и больше в день. Поэтому я всегда, я как солнечная дева и предприниматель со стажем 30+, сделала свою калькуляцию и поняла, что мне выгоднее спать дома. Опять же, я жила на Рублево-Успенском шоссе, поэтому привыкла по 5 часов в день проводить в машине в пробках, да, когда ты выезжаешь с Рублевки или когда ты туда хочешь заехать и стоишь там на Кутузовском, например, проспекте или в Крылацком. Так вот, 2,5 часа ехать до Давоса. Я нанимала водителя, он меня туда привозил. Ну, конечно, меня немножко так ускочало, там, конечно, не серпантин, серпантин, но всё равно достаточно высоко. И я сказала водителю, говорю, ты останови, пожалуйста, машину, я немножко пройдусь. И вот я иду. Нет, это был 20-й год, это было до пандемии, да. В январе 20-го года я была в Давосе, а в феврале-марте началась развиваться мировая пандемия, которая тоже частично артифичали, так сказать, искусственного изготовления. Потому что людьми хотят манипулировать, и людей хотели очень сильно напугать, у них это получилось, и хотели очень много заработать денег, это у них получилось тоже. Так вот, иду я по променад, это центральная улица. В конце улицы находится Конгресс-холл, а справа и слева, там обычные, ну, невысотные дома, в Швейцарии всегда там максимум 3 этажа, по крайней мере, да, там в таких... Ну, Давос, это деревушка, я не знаю, сколько там человек живет в мирное время, но я имею в виду, когда там не проходит форум, ну, не знаю, может быть, 1040 или 50. Так вот, иду я по этой улице, а справа и слева, вот, например, там были кафе, магазины, это все демонтируется, и они задорого-дорого сдают различным компаниям и прям целыми домами. Вот у нас был русский дом четырехэтажный, ну, по-моему, мы развивались только на двух этажах, да, по-видимому, верхний они не сдавали. Но, как я вам рассказывала на предыдущем занятии о Венере, о личных деньгах, как в Венеции на Биеннале есть павильоны, так же и в Давосе есть, помимо того, что там выступают различные эти государственные, там, деятели и все остальное, в конгресс-холле, то есть еще там дома. Очень много домов Индии, мои любимые, потому что Индия большая сторона, и у них там от разных штатов разные дома, и они дарят классные подарки, пашмины, шелковые платки, у меня их достаточно много. Так вот, иду я по променаду, подхожу к дому Украины, и смотрю, что подъезжает Мерседес, кто оттуда выходит, Владимир Зеленский с охраной. А я шла в черном пальто, кашемировом, гермес, и у меня был ярко-оранжевый шарф. Я не знала тогда, что у нас будет СВО, конечно, но я не хотела, чтобы мое лицо попало в кадр видеосъемка или фотосъемка рядом с этим человеком, потому что по энергетике я чувствовала, что это представитель темной иерархии, это люди, которые продали не только свою страну, но и жизни граждан данного государства. За, как вы понимаете, как я это называю, тем людям, которые очень любят над златом чахнуть. Так вот, я развернулась спиной, он прошел мимо меня с охраной. И когда они зашли в этот Ukrainian House, я спокойно продолжила свой путь, шла Каспиан Вик, потому что у нас с мужем был бизнес в Азербайджане, была фабрика, и из Женевы компания создавала этот центр объединения именно Каспийских государств, и, соответственно, я шла именно туда. Это совсем недалеко находится. Так вот, могу сказать, что после пандемии меня очень сильно приглашали в Давос, мои подруги, но я сказала, я туда не поеду. В 22-м году его переносили, по-моему, на лето, сейчас уже не помню. Я сказала, я не поеду, потому что меня от этого города тошнит. И хорошо, что я не поехала. Мне рассказали, что там, конечно, ну, не как Олимпиада в Париже открытие, но все равно очень много электроники, очень много технократии. И задача темных сил что сделать? Расчеловечить. Расчеловечить человека. Так, спустить его на животный уровень развития, и чтобы никто ничего не знал, не понимал. И как в занятии в среду, о котором я вам уже рассказала, я также говорю, как хотели бы они, чтобы делилось население планеты Земля, стадо баранов, не мечеть и бисер перед свиньями, кто понимает или не понимает в апельсинах, так это происходит. Итак, что у нас произошло? Большая радость. Во-первых, я увидела эту мощь. Классно. Прямо вот я очень чувствую вот эти энергии, да, доброжелательного, доброго, созидательного отношения между людьми. Как они здоровались, обнимались, какие они вещи говорили. И вот как я вам на всех занятиях говорю, просто посмотрите в глаза управителям Евросоюза или там других западных стран, которые сейчас находятся по закону адверса на этапе распада. Не хочу, чтобы штору мою было видно. Вот. Это, конечно, совершенно всё другое. И я знаю, что в Шанхае уже давно открыт банк... Это выписывал, где-то это мне делать. Банк стран... Новый new development строительный банк Briggs. Вот. И там по пять лет директорами меняются страны, да. И Диль Марусов сейчас в Бразилии. Временно штаб-квартира находится в Шанхае. Я посмотрела, очень красивое здание. Тридцать где-то два, тридцать шесть этажей, но, по-видимому, на разных уровнях. А, вот. Новый банк развития. По-русски он называется. И мне очень понравилось, что разрабатывается сейчас новая система, которая уже называется Bridge. Вот, о этом мосте я и хотела вам рассказать. Но почему я написала карма и мост? Потому что, когда мы говорим о событиях, которые происходят сегодня, мы не можем не говорить о причинах и какие следствия мы пожинаем, да. Когда в занятиях я говорю о жизни человека, я говорю, что, когда мы говорим о жизни, мы не можем не говорить о реинкарнации. Всё связано и взаимосвязано. Поэтому, если в фундамент здания закладывается плохого качества железобетонная конструкция, если закладывается дешёвый бетон, потому что кто-то хотел обогатиться, там, своровал деньги в виде коррупции или ещё что-то, здание не будет процветать, не будет долго стоять и служить людям. Оно рассыпется. Что происходит на сегодняшний день, учитывая, что в 2012 году закончилась эпоха тёмных сил, и у них, так как они посеяли очень много энергии распада, негативной энергии на планете Земля, поэтому эта энергия сейчас к ним вернулась, возвращается, и у них происходит распад. Так вот, это будет новая система не вместо свифта, а для нас. Нас же от свифта отключили, и учитывая то, что доллар главенствовал, была бретенбудская система, все страны договорились, что будут взаиморасчёты производить в долларах. Насколько я знаю, когда Мировой банк создавался, именно Иосиф Виссарионович Сталин, сейчас я не помню, или 45, или 75 процентов золота ресурсов туда заложил. Я думаю, что нас, так как нас отовсюду вычеркивают, я думаю, что они нас из учредителей этого банка тоже хотят вычеркнуть. Так же, как пытаются нас постоянно вычеркнуть из Организации Объединённых Наций, из Совета Безопасности, и всё время подменивают информацию. Об этом тоже мы будем говорить сегодня. Так вот, ООН в Америке на сегодняшний день уже не является штабом, который представляет интересы всех стран на планете Земля, которых более 200. У нас вот недавно были проблемы, когда даже нашему министру иностранных дел задерживалась виза, и, насколько я понимаю, его помощникам визы были не даны. Так вот, я всегда говорю так, на что боролись, за что боролись, на то и напоролись, что посеешь, то и пожнёшь. Соответственно, мы видим, что страны Запада из-за своей вот этой алчности, ненависти, всего-всего, я не буду комментировать выборы в Соединённых Штатах Америки, потому что у меня нет слов. Даже у меня, у Стрельца, нет слов. Поэтому, если кому интересно, смотрите сами. Я буду говорить о том, что происходит здесь у нас вблизи. Итак, ещё раз поздравляю нас с тем, что наше начинание, Абрикс был создан по предложению Владимира Владимировича Путина, насколько я помню, в 2016 году. И процветание нашим странам. Я прям в комментах там писала. В добрый путь, друзья! Я именно, ещё раз подчёркиваю, основанное на дружбе, взаимовыручке, взаимопониманию и равноправию. То, о чём я всегда говорю на своих занятиях, равноправие должно быть во всём. Мы неравные, но по праву рождения, данной нам Творцом, мы имеем равные права и равные возможности. И если один человек лежит на диване, другой человек ворует деньги, является мошенником, да, третий пашет, сеет, созидает. И следствия этих деяний у каждого человека будут свои. Хочу поговорить с вами о любви. О любви, которая чистая и безусловная, прекрасная и всепоглощающая. Нашла такую прекрасную инфографику. Хочу с вами, кстати, поделиться наблюдениями. На слово «любовь» есть две страницы векторов. В моём любимом фрипик, где я скачиваю иконки, различную инфографику. Они меня полностью устраивают, они молодцы. И вот даже лисичку-сестричку, да, Newsfox, я, естественно, скачала там. Ну, вот про любовь было всего две страницы, хотя там обычно 32 или 50 или 101, 2, да. И, естественно, когда я там открыла, там ЛГБТшников было полно. Вот. Но я нашла вот такой романтизм. Солнце. В среду мы говорили о том, что оно вне религий. Мужчина и женщина, которые могут созидать трияду бытия, божественный отец, мать и дитя. Но я когда складываю, я же писатель, складываю буквы, у меня получилось дом. Я дитя поставила на первое место. Дитя, отец, это код, да. Сначала было слово, и слово было у Бога. И, соответственно, мать, материя, это сущность, это не обязательно женщина, это может быть планета, это может быть звезда, это может быть Вселенная. Об этом мы всегда говорим в среду. Почему я взяла эту тему? Ну, во-первых, вы знаете, вот находиться в этих энергиях и объяснять с точки зрения планетарного масштаба, что происходит, как люди себя проявляют. И так как наша цивилизация, человечество находится, только что вышла, да, из этой, так сказать, тёмной эпохи, и мы люди несовершенны, мы учимся только устремляться и зажигать внутренний огонь, божественный огонь внутри себя, да, в сердце каждого человека. Не сердце, которое качает кровь, а наше вот здесь солнечное сплетение. Поэтому, что произошло, вот буквально на днях я работала с одной из своих учениц, у меня их пока не 12, поэтому я приглашаю всех желающих на свой курс «Сам себе дирижёр». Он индивидуальный, потому что у каждого своя боль, свои проблемы. О эквиваленту, да, по оплате мы всегда можем договориться. Главное, чтобы у человека было желание роста. А есть такое прекрасное понятие, как бартер в том числе. Потому что, вот смотрите, например, у меня есть Софья Буртман, которая родилась в один день со мной, прекрасная ответственная дева, и которая монтирует все наши ролики. Она очень большая, умничка, терпеливая, скрупулёзная, как мы девы умеем. Вот. И вот представьте, я бы искала себе платного ученика, хотя Софья заходила на платный курс, но я сделала 50% скидку, и она вот на эти, так сказать, 50% помогает, но она делала это и не оплатно. Просто должен быть эквивалент. Энергии должны обмениваться, да, двигаться. Вот. И вот представьте, я бы, например, там искала себе учеников платных, а потом бы эти деньги тратила на человека, на профессионала по монтажу. Поэтому, ребята, айтишники, чертёжники, даже если вы ничего не умеете, но вы хотите поменять свою жизнь, приходите всё равно, потому что я ничего не изобретаю. Я обретаю из пространства те знания, которыми с вами делюсь. Так вот, одна из учениц спросила, мы с ней разбирали ситуацию, делали диагностику по поводу её взаимоотношений с молодым человеком. У меня в основном молодые ученики 20+, одна только есть, взрослая женщина, плюс-минус моего возраста, зашли по финансам, но я объяснила, если финансы поют романсы, как с нами разговаривает жизнь, прежде всего, через здоровье, через тело, психосоматика, манифестация тела, второе, через отношения, либо в паре, в семье, либо в социуме, если мы должники, мы должны общаться с социумом и отдавать ему эти энергии, забирать, нейтрализовывать минусовки, негатив, и перевоплощать, превращать, трансмутировать это в позитив. Так. Далее. И, соответственно, финансы. Если отношения между девушкой и парнем приняли уже уродливое, уродливую форму, если там не эквивалент, если они основаны только, например, на первой чакре, так, тогда и финансы тоже останавливаются, потому что, я вам всегда говорила, что представителем мироздания на планете Земля является наша матушка-природа, и если у вас доминирует энергия распада, то у вас будет не складываться по работе, вам будет сложно ее найти, или там, если вы находитесь в состоянии жертвы или еще что-то, и вы хотели бы уже закончить отношения, но у вас вроде бы не хватает энергии, тогда жизнь начинает... Это алгоритм жизни. То есть не то, что сидит дедушка с бородой, бог на облачке, и там, ай-яй-яй, нас наказывает. Нас никто не наказывает, мы сами наказываем себя, потому что закон кармы, закон причины и следствия работает всегда безотносительно того, знаем о нем или нет. Об этом тоже вы можете посмотреть на моих занятиях. И вот, что я сказала ученице, потому что, ну, у них такие уже отношения, они то сходятся, то расходятся, и вроде бы она уже его все бросила, но тут же она мне говорит, нет, мы опять вместе. То есть вот это вот, да, не хватает энергии. И я спросила такую вещь, я говорю, скажи мне просто, ты его любишь? Потому что зачастую мы люди, что, я говорю, спроси сердце свое, ты будешь с ним, даже если он будет там инвалид, без рук, без ног? Вот я сейчас смотрю, там у нас тоже есть много чатов, в которых я принимаю участие, там сейчас на операции одному молодому мужчине собирают средства, ну, на СВО ему сильно не повезло. Но кто это делает? Это делает его жена в том числе. И благотворительная организация, которая помогает им, они благодарят супругу этого мужчины. Так вот, и все, естественно, откликаются, я тоже откликнулась. Причем мама меня этому научила, потому что, ну, я же не смотрю обычно, там, она смотрит там новости, телевизор, все. Но так как у нее кнопочный телефон, я к ней прихожу, вот сегодня должна была пойти, думаю, блин, не успею занятия записать, передачу NewsFox записать. Вот, и мама звонит, говорит, я пойду на выставку кошек, у нас в Сочи проходит. Я говорю, о, мамочка, замечательно, я тогда сегодня в субботу запишу, а в воскресенье уже пойду, у меня по плану буду готовить пшенную кашу с тыквой, со сливками, но по-итальянски, а-ля итальяна. Там будет и пеперунчино, а-ля-ля пеперунчино, вот это все-все-все. Так вот, соответственно, вот я ушла в дебри, отношения. Нельзя мне в дебри уходить. Так. Ладно, вернемся к отношениям мужчины и женщины. А, мы уговариваем себя часто, мы думаем, ну ладно, ну вроде бы секс с ним хороший, ну вроде бы я его уже знаю, а самое страшное для меня, я считаю, что по остаточному признаку я уже три раза, там четыре раза от него уходила и блокировала его в телефоне, и все равно возвращалась. Что хочу сказать, я на понедельник обязательно запишу, у нас понедельник, луна иди, и мы обычно говорим о луне, и если последние занятия у нас были, как хорошо спать ночью, как правильно ложиться спать, естественно, про тонкие тела, про привидения, про тонкий мир, я все это рассказываю про мир астральный, а последняя луна у нас была, было занятие, где спать, да, как родители кладут своих детей спать с собой, как поругавшись пара, в каких энергиях спит, я там все наглядно, с иконками, прямо из фрипик, там со всеми привидениями все показала. Так вот, но луна – это наши чувства, поэтому на понедельник я, наверное, запишу занятие о луне, где подробно мы это будем разбирать, любовь, как идти по жизни рука в руку, как не противоборствовать друг с другом, как понимать экологичным образом, завершать отношения, поблагодарить друг друга за опыт и выйти из них без того, чтобы блокировать телефон и все остальное. А в пятницу в Энерде – это день Венеры, тоже в последнем занятии мы очень много говорили, потому что Венера отвечает за то, что нам нравится и не нравится тактильно, так, за личные деньги, и мы говорили о бизнесе в том числе. Я думаю, что вообще мой канал «Мудро-21», «Мудрость жизни-21» отличается, наверное, от всех тех блогеров, наставников, учителей, которые проявлены в информационном поле на сегодняшний день, наверно, все-таки тем, что я с одной стороны я писатель, творческая личность, но я не порхаю в облаках, я солнечная дева, я плотно стою на земле, и у меня предпринимательский бизнес, я бизнес-леди со стажем 30+, у меня есть кейсы многомиллионные, инновационные технологии, я тоже о них чуть-чуть рассказывала в «Крайнем», о Венере, занятии, и там мы говорили о татуировках, оборотах по РБК, 17,8 миллиардов тату-салоны сделали обороты, только легальных, а сколько еще там черного нала, так сказать, за 22-й год. Мы говорим обо всем, и в пятницу мы будем говорить о сексе, потому что я астролог, я изучала астрологию, но я не практикующий астролог, я импат, я в потоке, а на «ты» с мирозданием, с жизнью, с родом своим небесным, с нашими звездными системами, с плеядами, вот это и не общаюсь, нет, я землянка, мне, по-видимому, и дали это солнце в дереве, чтобы я чувствовала себя землянкой, наводила порядок на своей планете Земля и тоже вас присоединяю, призываю, приглашаю делать это, вместе мы сила, но чтобы изменить мир и пространство вокруг, мы прежде всего должны разобраться в себе, кто есть я, и вот в демо-версии о партитуре, где я говорю именно об энергиях, которые нам созвездия передают через наши планеты в Солнечной системе, наши братские, да, тела. Что хочу сказать? обо всём этом человек – это вселенная, мы созданы по образу и подобию, у нас есть логос, он – отец и матерь мира, она, без этой материи, логос не смог бы быть проявленным, так вот. Но Венера отвечает, а, мы смотрим жену по Луне, а секс между партнёрами, у женщин мы смотрим по Венере, у мужчин мы смотрим по Марсу, и вот, Мартыди, я во вторник не буду писать занятия, очень много, я решила так, среда у нас для книг, для теста, для уровней развития человека, а в субботу мы будем разбирать неделю, что произошло, и вот, коль у меня был запрос поговорить о любви, о настоящей, о безусловной, этому нас учит жизнь, мы будем говорить об этом на этой, на следующей неделе, тем более у нас уже солнце находится в Скорпионе, а Скорпион это такой жёсткий секс, с Адамазу в том числе, мы, естественно, пытаемся всё поднять по высшему аспекту бытия. Ещё одна новость такого геополитического характера, у нас на планете Земля, вы знаете, ООН есть, да, организация объединённых наций, о которых я говорила в самом начале, и вот у нас там произошла такая история, значит, посол США в ООН, она недавно была в Японии, и, значит, приехала и говорит, что она посетила город Нагасаки, и возмущалась, глядя на стол, да, часть круглого стола, где сидит представитель Российской Федерации, она с гневом говорила о том, что была в городе Нагасаки, и это ужасно, с одной стороны, и наш прекрасный господин Небензи, он напомнил, и вот случайно, да, совершенно случайно, буквально в предыдущем занятии, когда мы говорили о Венере, о татуировках, о татуировках моего друга, владельца салона Жак Де Санж в Лугану, где я, как я вам говорила, прожила 13 лет, сейчас я уже год плюс живу в Сочи, вот, он очень любил индейцев, не индусов, а индейцев американских, и у него такие, было две татушки, и у него был Харлей, и он, значит, фанател, ну, у него есть, наверное, и татуировки есть, зачем же я всё в прошлом времени говорю, вот, и в прошлом времени я ему говорила, я говорю, слушай, Фабио его зовут, я говорю, Фабио, Сенти, Аскольта, послушай меня, я говорю, ну, ты так вот фанатейшь от американцев, я говорю, они же убили всех твоих любимых индейцев, ну, я-то вижу прошлое воплощение, я понимаю, что у него, скорее всего, она была и в Индии, ой, в Индии, на континенте Америка ещё до того, как туда пришли американцы, поэтому он не помнит, у него нет вот этого негатива к ним, у меня негатив к ним есть, я в Америку ни за какие коврижки не поеду, конечно, никогда не говори никогда, если матушка жизнь меня туда отправит, я поеду, но я не планирую, потому что меня там порабощали, и я ему тогда сказала, он говорит, да, бред, всё это вообще давно было, я говорю, ну, это было давно, я говорю, а вот смотри, 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную атомную бомбу под милым таким безобидным прикольненьким названием Малыш. 9 августа 1945 года атомная плутоневая бомба Толстяк была сброшена на город Нагасаки. В одном из наших занятий я вам уже тоже говорила о том, что видела тут вот Урсула фундерлейнер была в августе как раз в Японии, она такая стояла в красивом пиджаке, я тоже одела красивый пиджак, сегодня я же телеведущая, я давно-давно говорила передача-передача, вот наконец-то и передача, и вот и она сказала как это все ужасно-ужасно, а потом сказала Россия должна за это ответить. Понимаете, да? Какая подмена происходит. И также господин Немензи обратил внимание японских представителей за этим столом, что они так прекрасно дружат с американцами, это замечательно, дружба это прекрасное чувство, но почему-то они не озвучивают, кто это сделал, поэтому давайте так, Япония, да, уроки истории, мы продолжаем неустанно напоминать, и не только нам, взрослому поколению, потому что мне Ютуб дает, во-первых, что у меня сто процентов женского, женской аудитории, девчонки, привет, во-вторых, то, что в основном, конечно, 30+, девчонки, привет, два, вот, хорошо, поехали дальше, я говорила, написала, рыбалка, да, о какой рыбалке мы будем говорить, вы знаете, когда в девятнадцатом году, чисто интуитивно, я еще не знала, естественно, что будет пандемия, но учитывая то, что с крупными компаниями я работаю, и у нас наши установки, ветроустановки проходили в министерстве Development of Energy Соединенных Штатов Америки, испытания, переговоры, я вот говорила, что Роберт Зубрин, который привел Маска в космос за ручку, наш ленинградский инженер, то же самое с ним у нас были переговоры, но уже во время пандемии, но я понимала, что мне надо освежать английский, итальянский-то у меня он как русский, я думаю, что у меня вот мозг на две части разделен, в одном живет итальянская часть, в другом русская, и я думаю, что когда люди уже могут спать, снить, да, когда уже сны снятся на итальянском языке, когда ты можешь шутить на итальянском языке, значит, у тебя он как бы на очень хорошем высоком уровне. Так вот, я начала учить в девятнадцатом году английский, вспоминать. Удивилась, кстати, что у меня достаточно хороший словарный запас, мне, только я подумала об этом, мне Ютуб сразу предложил, там, Юлия, сейчас не помню, как фамилия, у нее классные курсы, такие, она оптимистичная, все, значит, их купила, потом посмотрела, там, в каких приложениях хорошо быть, там, что-то, HelloTalk, еще там какие-то, вот, ну, я там искала, с кем общаться, все такое. LinkedIn, я там, ну, не бываю в последнее время, но у меня там есть страница, я же консалтинг-предприниматель крутой, и на Западе очень развито, когда, если там вы списываете или созваниваетесь, они туда заходят, смотрят, кто ты, какой у тебя там фидбэк, да, какой у тебя CV, ну, вот, мне пишет мужчина, пишет мужчина, типа, Ольга, давайте с вами познакомимся, туда-сюда, я думаю, о, и он, он бритиш, а я люблю вот это пч-пч, да, британское, американское тоже, конечно, да, картошка, ничего, горячее во рту, но я хотела именно бритиш, я думаю, о, он бритиш, классно, мы начинаем с ним переписываться, он говорит, давай пойдем в этот, в мид, гугл мид, я говорю, а, давай, нет, Хэнкс, по-моему, ну, короче, гугл чат, я говорю, давай, вот, мы с ним переписываемся туда-сюда, он рассказывает, что он, значит, эти врачи без границ, что он в Йемене, туда-сюда, присылает мне там какие-то фотографии с сыном, присылает мне карточку свою, короче, мы переписываемся, я такая, у меня практика классная, и он так потихоньку, потихоньку начинает там спрашивать, замужем я не замужем, чё как, и вот сейчас уже, я сегодня понимаю, он так ставит предложение, он пишет, например, а я там родился там-то, ты дату рождения, да, я, я же английский учетка, а я там-то, ты дату рождения, а как зовут твою собаку, пасворды, начинаете понимать, да, у меня тут картинки, осторожно мошенники, вот, долго не буду рассказывать, потому что у меня еще второй случай, вот он, горячий на этой неделе, произошел не со мной, с моей клиенткой, но я так хочу подвести, вообще, как это выглядит, ладно, короче, на чем я его поймала, я же дева, у меня же все по полочкам, он мне посылает фотографию, где он с английским бульдогом, а потом в какой-то переписке он пишет, что у него чуауа, он говорит, сначала он пишет, что у него жена умерла от рака, потом что попала в аварию, и он пишет, ай, когда я у него задаю этот вопрос, он мне пишет, типа, ну да, она, если бы она не болела раком, она не ходила бы в больницу, но я смотрю, это детский сад чисто, то есть я понимаю, что это разум не взрослого человека, не с нормальным менталом, ладно, думаю я, звоночки начали звонить, так, дальше, что еще такое было, я возвращаюсь в Линкеде, смотрю, у него там, его типа зовут Лукас, там как-то, а джимейл на другого человека, я говорю, слушай, а что у тебя за джимейл, вот это, он такой, а это мой друг, космонавт, туда-сюда, я говорю, ну ладно, он говорит, я в этом ничего не понимаю, и разговаривать он не может, я-то хотела практику, да, вот это вот я хотела, пч-пч-пч, а он типа у них там, ну вот я теперь, сейчас я понимаю, что где-то правдоподобная даже история, что на СВО нельзя использовать, и о том, что туда прилеты приходят, он говорит, нет, я не могу, короче, он мне писал там, например, с 18 до 19, да, по европейскому времени, сейчас я уже понимаю, что у него, по-видимому, было много клиентов, и он каждому выделял там свой час, вот, потом, что еще такого тоже интересного было, тема, потом он мне признался в любви, это было где-то месяца два прошло, ну а что, мне многие в любви признавались раньше, нормально, вот, и где-то через два дня после того, как он мне признается в любви, он говорит, слушай, я тут почту разбирал, начинается, девчонки, самое интересное, я тут почту разбирал, он говорит, у меня в спам попало письмо со склада, понимаете, я в Швейцарии живу, то есть, он понимает, что я статусная, да, вот, тем более мы там фотографиями обмениваемся, там, да, я вот тут в ресторане, я там ездил, вот, ладно, он, значит, и говорит, ну, я не могу туда поехать, ты можешь? Ну, я же не лох, я еще раз захожу, смотрю сайт, его сайт есть, звоню по телефону, он отвечает, хожу такая, я думаю, отправила запрос, я говорю, ты вообще что, ложусь спать, я всегда так, я, если что, вечером запрос, учителю, матушке вселенной, ангелу-хранителю, кому хотите, главное, воля изъявления человека, и вот, я, значит, утром просыпаюсь, я же дизайнер интерьеров, ребят, я вот, мне, например, там, какой-то диван понравился в картинке, я его беру, кидаю, и вижу, там, минуте талии, например, или Бакстер, коллекция какая, я такая, о, так, все, я беру его фотку, и кидаю туда, смотрите, самое прикольное, на фейсбуке, это, настоящий человек, не Лукас, настоящий человек, он пластический хирург, очень известный, у него больше миллиона подписчиков, жена, двое детей, бульдог, но самый прикол, что на него подписана моя лучшая подруга, представляете, да, я такая думаю, охереть, его там как-то типа Дуглас Даймонд, как-то так его зовут, ну, не важно, ну, все, я этого Васю заблокировала, думаю, блин, практика моя английская никак не сложилась, вот, думаю, дай-ка я в другой, приключения же надо найти на свое, мне нужна практика, то мы дай-ка зайду в другое приложение, я захожу в приложение, и там сразу два доктора мне пишут, я понимаю, что у них как бы легенды разработана, да, это эти мошенники на доверие, и что женщины на докторов, они, ну, падкие, ладно, один, короче, пишет, что он довец, такой якобы бежит, там фотка у него, а другой якобы стоматолог, но я тоже не лох, я их обоих беру и кидаю в Google, и Google мне показывает тоже на фейсбуке, сегодня запрещенное, но это было в двадцатом году, поэтому рассказываю, вот, соцсеть, там есть чат, называется, Nigerian Scammers, мошенники, а фишинг, это значит ловить рыбу, да, на живца, я вот даже в своем фрипике любимом, нашла вот такой крючок, там червячок похож на член, вот, и значит там кто во что гораст, в оконцовке, есть нигерянские девчонки, я сначала себе представила, что это может быть такой офис многоэтажный, их там много сидят, но я понимаю, что в Нигерии, может быть, они там из дома это все делают, не знаю, вот, и у них вот эта вот методичка разработана, и все такое, есть девчонки-ниджерянки, которые выдают себя за кого-то, а есть вот эти, а почему они еще не разговаривают, у них же вот такой вот вообще язык, они же разговаривают низко, у них же животные еще уровень развития, интеллект тоже, как бы они там не придумывали, но я считала, что какие-то низковибрационные сущность там пытается мне чайхуашку за английского бульдога втюхать, такая история, почему я еще вот искусственный интеллект сюда приплела, потому что ко мне обращается моя подруга, она итальянка, она старше меня лет на 20, да, она тоже солнечная дева, вот, она говорит, слушай, ты мне можешь сделать диагностику? она говорит, я тут такой ситуации деликатной, только это никому не говори, это доседы, мы с ней соседки были, я говорю, ну давай, давай, говори, чего, ой, нос чешется, я обычно про сущности, когда вот это вот рассказываешь, нос чешется, прям пипец, потому что у нас тонкое тело, именно с физическим вот здесь соединяется, вот, и, значит, она говорит, она говорит, у меня отношения, но с таким человеком я это самое, у меня батарейка садится, так, а, ладно, я в телефоне, если что открою, ладно, вот, на компьютере, где мне тут записи, и, искусственный интеллект, короче, она говорит, что у меня отношения с мужчиной, я говорю, ой, я тебя поздравляю, как зовут, она говорит, ну, я тебе сейчас скажу, ну, 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 типа, никому не говори, я говорю, давай, она говорит, Киану Ривз, я его, ему даже не помню, я такая, говорю, ну, прикольно, я говорю, а ты его видела, у меня сразу вопрос, я говорю, ты его физически видела, она говорит, да, я думаю, очень интересно, а она, ну, как вот, мне 55, соответственно, ей там 75, да, она, я смотрю, мы с ней видеокол, я диагностику делаю, она такая вся подтянута, она вообще маленькая, хорошенькая, она говорит, я говорю, ого, классно, как ты выглядишь, она говорит, да, у меня вот русская там в коме девочка, она мне тут все колет все, то есть она там все начала все колоть, вот это вот, как у нас русские любят, умеют, вот, короче, она даже купила ему белье в подарок, и даже сделала, купила продукты, чтобы с ним встречаться, потому что он сказал, что он давно в Лугану купил дом, и вот он сейчас приедет, и они, значит, будут встречаться, но я же наводящие вопросы, почему я всегда вам всем говорю, какая бы у вас ситуация не была, приходите ко мне, у меня было точно, потому что жизнь со мной так разговаривает, ситуациями, я все должна сама попробовать на свой зубок, тем более, если я ныряю, я там все как исследователь посмотрю, и выхожу такая, как с гуся вода, отряхнулась, пошла дальше, вот кто вам еще такое расскажет, кроме меня, никто, и вот насчет это Киану Ривз, я еще раз ей задаю вопрос, я говорю, ты его лично в глаза видела? она говорит, да, я говорю, рассказывай, как, но думаю, может, искусственный интеллект, сейчас же уже там и маски делают, и голос, и все, я говорю, ты его трогала? Она говорит, да, думаю, интересно, ладно, короче, она рассказывает, что? Как, где-то там они, типа, познакомились в онлайне, переписывались, переписывались, понимаете, 75 лет, как говорится, что-то в голову, да, что-то в ребро, ну, короче, моча в голову, вот, она переписывается, якобы с ним переписывается, переписывается, потом, какой-то мужчина говорит, я не он, но ты меня все равно любишь, ну, она его там блокирует, все так, ладно, потом, сам, типа, Киану Ривс на нее выходит, и говорит, ну, там пишет, я говорю, а ты говоришь по-английски, или он говорит по-итальянски, она говорит, нет, мы чатимся, ладно, хорошо, и он говорит, я буду на концерте, в моде, но, по-моему, или в Болонии, в Болонии, вот, в июне месяце, приезжай, представляете, какой развод, кролики думали, что они любят друг друга, она туда едет, а я диагностирую, у меня получается так, карма есть с этим человеком, есть, я спрашиваю сразу, я говорю, он черный, да, я такая, я грен черный, она говорит, у него, я знаю всех его охранников, она такая уже, типа, это жена футболиста, блин, я знаю всех его охранников, у них нет черных, я говорю, ладно, что дальше рассказывать, короче, они его вывели к ней, она с ним сфоткалась, он держал за руку ее, и разговаривал, я не проверяла, были ли у него какие-то концерты, или это вот, типа, как у нас 354 Киркорова и 12 Ал Пугачев, у меня такие цифры почему-то пошли, понимаете, да, ладно, в оконцовке, я говорю, так, ладно, что делать, чем дело кончилось, на чем сердце, а, успокоилось, потому что я и объяснила, вот историю с Наташей Андриченко, да, я ее поставила на путь писательства, в январе, будучи в голоде, в сухом, до пяти утра, ей там помогало писать письма, ладно, один месяц даже была этим, типа, редактором, но, ладно, так вот, ну, мы с ней общаемся, она была моя клиентка в 2006 году, еще, когда у нее была, я оформляла квартиру в венецианском стиле, у нас не венецианская карма, я об этом буду еще тоже рассказывать, ну, отдельно, потому что в книге номер шесть, да, вот, кстати, пятая книга у меня называется «Карма жизнь», это про нас 50+, а шестая книга, она называется «Мост-переход», это для людей 65+, как это туда отправляться, и все такое, а так как у Наташи было две клинические смерти, мы как раз на эту тему с ней общались, вот, и она мне присылает, значит, есть какой-то сорян в ютубе, к нему приходит наша Мальвина, Воплавская, по-моему, моя фамилия, вот, и они там, значит, разговаривают, я потом посмотрела у нее там в Телеграме много вещей, там подписчиков, спросила у сестры, она там типа патриотка, ну, типа все вот это говорит, я не говорю, что типа, а, ну, мне так сестра сказала, вот, и значит, и они говорят, что вот Андрейченко такая-сякая, пятая, десятая, ну, я вообще считаю, что пиарить себя за счет унижения других людей, ну, смысла нет, да, ты покажи, какой ты классный, просто, а без того, чтобы кого-то унижать, ну, ладно, я тут вижу, что вот эти хейпы, или как они называются, даже слов этих, не знаю, значит, люди, если хотят в негативной энергии купаться, пусть купаются, в основном это, конечно, занимаются люди, которые вне пары, или у которых изменённое это, ну, поняли, короче, LGBT, ладно, и, а он, значит, там показывают мордашку Наташи и мордашку там, а, и типа вот так звук, и она, ха-ха, я американская актриса, туда-сюда, я много лет, больше, 15, больше, ну, почти 20, общаюсь с Наташей, никогда она такого не говорила, Россию она любит, и никакая она не молчуни, и всё такое, ну, пусть она своими делами сама занимается, сама себе защищает, ну, сейчас она уже книгу всё дописала, у неё тут презентации, сентябрь-октябрь, поехали, вот, но, я увидела, услышала, что, и, Константин Дороган, которого я очень люблю, часто слушаю, ему тоже на каком-то интервью задавали вопрос, и он говорит, что доказательная база на сегодняшний день, благодаря искусственному интеллекту, отсутствует, поэтому, а у меня было так тоже, кстати, там на тиндере познакомилась с одним, и он там тоже что-то писал, что он что-то такое, а я с ним делаю видеокол, но я вижу это, и по голосу слышу, что он чёрный, я выключила, ари варбушинс, вот, ладно, поэтому я всё вот это её расспросила, я говорю, а вот это, а вот это ты видела, по итогу, что, я говорю, пришли мне письмо, она говорит, он сказал, что он выслал мне кольцо, и ключи от дома, почему она ему бельё купила и сделала с ПЭЗу, продукты купила, вот, и со мной связалась транспортная компания из Голландии, из Америки, в Голландию пришло, и так там кольцо с бриллиантом, а это тоже мне говорил, мне надо бриллианты забрать, ты не можешь туда съездить, или пришли мне паспорт, я на тебя доверенность оформлю, я думаю, ну блин, это только, конечно, ребята с африканского континента могли такое придумать, то есть, вот то, что нам звонки звонят, кстати, вот эти МТС, и всё, я всё время перезваниваю в МТС, и мне делают скидку потом на мой тариф, дарю вам нау-хау, так, отвечайте, надо обязательно ответить, и когда там они уже, я им сказала, вот позавчера, кстати, мне сделали очередную скидку, и у меня сегодня вместо 1200 списали 876 рублей, классно, классно, так вот, я говорю, они уже роботом вашим говорят, ну, там записано, здравствуйте, ттт, абонент МТС, не кладите трубку, мы воссоединяемся, там достаточно секунды, так, всё, потом звоните в МТС, я думаю, что с Билайном, с Мегафоном, то же самое, вот видите, всё, сразу нос пошёл чесаться, вот, и я им говорю, я говорю, вот так мне позвонили, мошенники, они говорят, у вас есть номер телефона, это вообще я, по-моему, изобрела, потому что я из Швейцарии приехала, у нас, блин, надо обо всём сообщать, да, а здесь таки, а, ладно, так вот, не, ладно, я позвонила, когда первый раз, я сказала, говорю, вот такой номер телефона, а, женщина говорит, что-то такое, я говорю, соедините меня со службой безопасности, потому что про этого Лукаса я написала и в Линкедин, и в эту, как её, ну, короче, в швейцарское, в швейцарскую IT-полицию, ну, потому что, если он мне написал, он другим же может писать, у меня есть ещё одна классная история тоже про на них мошенников, как румыны, ну, менялы, разводят продавцов, недвижимости швейцарской, и меняют им деньги, меня вызывали в полицию, я ходила, у меня, я знаю всё, как, что происходит, поэтому приходите, расскажу, так вот, по итогу, она мне присылает это письмо, а, она ему отправила 12 тысяч евро, этому якобы голландскому, якобы этому, а теперь оно пришло в Швейцарию, и они просят 11, и она говорит, я не знаю, что делать, я ему говорю, а он говорит, нет, ты должна заплатить, у меня заплакированы счета, какие у него могут быть заплакированы счета, ну, не важно, ладно, я говорю, давай присылай, блин, уже, она мне присылает, значит, ну, там, даже подписи нет, ну, типа сайт есть, домен, я говорю, слушай, ты знаешь, что домен стоит 5 долларов на год, захожу, сайт есть, я думаю, о, братья нигерианцы, прям неленивые, вообще неленивые, молодцы, захожу, смотрю, транспортный, ну, он там написал, типа, мэм, ну, это рабское обращение, мэм, ну, я думаю, ладно, вот прям, чтобы совсем ей уже было понятно, у меня есть друг-партнер, вот, с которым мы там на маска выходили, по ветроэнергетике, и все такое, он в Америке живет, я ему отправляю, говорю, Вов, посмотри, пожалуйста, что там происходит, я говорю, я знаю, что это нет, я говорю, ну, пожилой человек, ей надо как-то это, потом у нее же там либидо, блин, в мозгу, понимаете, да, а, я говорю, ты его сейчас, она говорит, он сейчас находится в Марселе, что ли, я говорю, ты его сейчас видела, она говорит, его нет только член, блин, ну, понимаете, как бабулечек наших разводят, а самое смешное, не было бы так смешно, если бы было бы так грустно, она психолог, по образованию, вот я вам говорю, ко мне приходят психологи, у которых дети спят между ними, да, и вот, значит, она психолог, она говорит, у меня было две клиентки, одна отдала пенсионный фонд 30 тысяч евро, и она говорит, и я их обсуждала, я над ними смеялась, карма, так вот, почему я вам это все рассказываю, а, короче, естественно, они посмотрели, нет такой компании зарегистрированной, я ей отправила, вот я, например, работаю с компанией, там, диджи ролла метроспорте, чиди транспорт, из кома, да, у них там вот такая подпись, там эти коды все, партии Таива, ну все, я ей отправила, говорю, смотри, как выглядят письма от транспортных компаний, но она мне больше не отвечает, я думаю, что она не хочет, она говорит, я ему деньги посылать не буду, я думаю, слава тебе, господи, но типа это, ну она в негативной фазе, представляете, вот я когда говорю, что там негативные программы из дне, вы там о ком-то плохо подумали, да, вы пробиваете ауру человека, а представляете, за год, да, ну даже с июня месяца, за последние три месяца, когда она типа думала, что она с ним, как они ее, вот это вот, я на прошлом занятии грела, поучайте ваших пауча, там не пауки, там не паутинка, там блин фишинг конкретный, вот, я ей отправила, что эта компания не существует, но что самое интересное во время диагностики, почему, когда мы говорим о карме, мы не можем не говорить о реинкарнации, я смотрю диагностику, у нее к нему карма 80, у него 20, я смотрю, прошлые воплощения были, да, 8 штук, и я понимаю, потом, я сначала думаю, блин, я просто в ступор впадаю, да, вот, я думаю, ну как такое может быть, ну опять надо, вечером запрос, утром просыпаюсь, у меня все ложится на свои места, у нее прошлые воплощения, а я и сказала, кстати, ты еще в тот же день там, когда мы с ней это делали, диагностику, я говорю, первое, не гноби себя, это карма, ты ему вернула долг, я говорю, по-видимому, в предыдущих воплощениях, ты очень, очень плохо сделала человеку, поэтому то, что ты отдала деньгами, слава тебе, Господи, с одной стороны, с другой стороны, говорю, ну развлеклась, старушка, ну развлеклась, и кайфуй, и все, и вот так же, говорю, на позитиве, пошла, пошла, пошла дальше, вот так существуют, такие ситуации, причем, она говорит, я стояла на берегу озера, и просила у Отца Небесного, она очень верующая, находит церковь, и Григор церкви, почему я вам говорю, если надо, ангел приведет на расстрел, ангел, это не совсем прям охранитель, он охранитель законы кармы, так, и когда мироздание трудится, чтобы вы с человеком встретились в воплощении, как это наилучшим образом, этот кармический узел, по высшему аспекту, как заходить в отношения, по высшему аспекту, как выходить из них, у меня тут еще была на тему, я заходила, сейчас уже коротко, значит, я была православной христианкой, вышла оттуда вот где-то в 2008-2009 году, когда мне объяснили, кто такие вознесенные учителя, Иисус, естественно, логосолнечной системы присутствует там, я считаю себя учеником Иисуса, в том числе, моя первая книга, он и она посвящена ему, именно с точки зрения, как учителя, с которой мы встречались в предыдущих воплощениях, хотя книга написана для молодежи, QR-коды всегда есть в конце, так вот, почувствовала по энергии, надо зайти в храм, все время хожу мимо, у нас там даже вот патриарх Кирилл на день надежды, любовь, третью все время забываю, а вера, вот видите, вера, вера, надежда, любовь, читал, я там сходила, постояла в коридоре от солнышка, ему передала информацию на тему того, как это, быть с народом, от народа, а не для казны, РЦ, ПЦ или как они там называются, ладно, короче, думаю, дай-ка я зашла, а он как пряничный домик, равнопостольного князя Владимира, храм, вчера пошла покупать виноград, иду, думаю, дай-ка я зайду, захожу туда, я как раз в шапочке шла, но я же уже привыкла, у меня вот короткие волосы, и когда я на лысой 14 июля подстриглась, в предыдущих занятиях, рассказываю подробно, сейчас не буду тратить на это время, думаю, ну дай-ка я зайду, а я сейчас еще смотрю старославянские мудрости, знания, и там вот говорят, что там один бог, там покровитель, медведь, другой там орел, пол, третий, еще что-то, я стою, встала, мне 50 рублей даже оказалось, купила 5 таких тоненьких, маленьких свечечек, поставила там, где мне надо поставить, пообщалась с церковным Игрегором, я очень много туда дала, и к анастасе в храмах оплачивала, и эти крыши мы крыли с Игрим, ладно, стою перед княгиней Ольгой, она вот часто в мое поле сейчас появляется, такой круг общения, и потом смотрю, а я только что сказала, да, с Наташей Андрейченко у нас была карма в Венеции, о карме в Венеции я делала диаграммы в предыдущих занятиях, и ещё буду делать, потому что сейчас я работаю с этим человеком, который был, моя любовь-любовь большая, там, на 14 веке, и вот, мой клиент, кстати, по бизнесу многомиллионному, стартап, я вот в Венере, там, где с татушками, про него рассказываю, про бизнес, и вот, я смотрю, Евангелие Марка есть лев с крыльями, я думаю, о, Сан Марко наш, угу, и вот, вот я уже тут сразу же свою любимую гондолу поставила, и вот я прогуглила, буду сейчас изучать, вот, понимаете, все религии, они всегда подчёркивают, чем они отличаются, Елена Петровна Блавацкая написала свою тайную доктрину, под девизом «Нет религии выше истины», и она говорила, наоборот, чем они похожи, соединяются, какая религия из какой брала, да, или, например, там, лого солнечной системы мог прийти сначала на территорию, там, Индии, в теле Будды, а потом прийти в другом теле, так, то же самое и Кришны, и то же самое, Иисус, который Христос, вот, и поэтому хочу посмотреть, что там наши перуны, да, какое отношение имеют, вот, именно, к этому, начале эпохи рыб, вот, смотрите, Марк, по-латыни Маркус, греческий Маркус, согласно христианской традиции, один из четверых евангелистов, почему выбрали именно их евангелие в 325 году нашей эры, да, там масса книг было, да, угу, ладно, автор евангелия от Марка, Марк-евангелист, включается в число апостолов от 70, даже не от 12, да, то есть это дальний круг, и это числяется с Марком Иоанном, учеником апостола Петра, так, ему приписывается роль основателя Александрийской церкви, позднее ставшей одним из важнейших епископских престолов, так, Александрия, угу, и вот смотрите, Египет, Солнце, Иисус во время четвертой расы, который был нашим настоятелем, и все остальное, вот это будем тоже разбирать, и на сегодняшнем NewsFox, почему хочу вам об этом рассказать, то есть я вам удочку закидываю, нормальную, чистую, хорошую удочку, говорю, что происходит, о чем будем говорить, что происходит на планете Земля, смотрим на все со стороны, не с точки зрения жертвы, спасателя, причинить добро, или агрессора, да, бунтаря, нигилиста, а смотрим на жизнь с точки зрения век живи, век учись, исследователя, познавателя, собирателя, мудрость в твоей собственной жизни, потому что знания, зубрилки, у меня очень много людей в моем кругу сейчас там цитируют все подряд, я ничего не цитирую, у меня столько информации, у меня нет в моем разуме высшем, нет полочек, вот, поэтому я в потоке и познаю все, и поэтому в среду говорила, что ты не поезд, а жизнь не рельсы, прекратите на ржавых дрезинах ездить по поезду, которому уже там 300 лет в обед, 3000 лет, 300 тысяч лет, все это старье, и вот два слова еще скажу, хотела сказать о Плутоне, но это не срочно, только с 19 ноября зайдет в новую эру Водолея, будет там 20 лет, так, и вот опять же астрологи, да, говорят там, статистику приводят, естественно, что наверху, что и внизу, им надо вот это вот сравнительное делать, да, сравнительный анализ, что последний раз Плутон был в знаке Водолея, об этом будем больше, шире говорить, с 1777 года, какая классная цифра, по 99, вот, просто у Плутона проход по зодиаку 248 лет, и в предыдущем занятии говорила, что в каждом знаке разное количество лет, ну, короче, в то время были у нас и революции во Франции, и независимость США в 1786 году получили от англосаксов, наглосаксов, вот, за что они говорили, идеалы просвещения, вот, Польша в 1795 году распалась, по-видимому, за ненадобностью вот это распад речи посполитая, и появились там литовские, белорусские, всякие земли, вот, что нас ждёт, да, мы можем понять, потому что в 23-м году ненадолго из Козерога Плутон зашёл, а потом вышел, да, из Водолея, и что он будет делать? Он будет разрушать всё старое. Что я делаю? Видите, у меня тут всё сломанное. Надо разрушать всё старое, прошлого уже нет, будущего ещё нет. В нашем настоящем вместе через житейскую мудрость, через опыт, который становится навыком, и который, если мы устремляемся, мы можем перевести на высший аспект бытия. этого вам желаю и до новых встреч в эфире. Благодарю за внимание. С вами была Ольга Лисицына, писатель, публицист, просветитель. Пишу под псевдонимом пока Артур и Фьора де лавита. Ищу Артура. Ребята, отзывайтесь. Артур в переводе с санскрита означает арт, искусство, ур, света. Фьора де лавита в переводе с итальянского языка означает цветок жизни. Все эти кармические наши узлы переплетения расцветают прекрасным, великолепным цветком. И я вам советую, приглашаю вас для того, чтобы ваш божественный бутон жизни, данный вам по праву рождения от Творца Отца и Матери вашей, опираясь на законы мироздания, на космическое право. Расцветайте, цветите, и жизни вашей вот тогда не будет конца, когда вы понимаете, что такое карма и как наилучшим образом негативные энергии трансмутировать в позитивные. И будет тогда нам всем счастье. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok